А теперь обо всем более подробно. Вместо красного, синий. Именно такой диплом выдали выпускницы Сибирского государственного университета. Больше месяца девушка добивалась правды, но получить заветную корочку с отличием помогла только прокуратура. На выдачу синих документов жалуются и другие отличники. Почему? В этом разбирался наш корреспондент Елисей Савлюк. Вот, наконец-то, полученный мной красный диплом мой, выстраданный, полученный через долгие мучения, с оценками отлично и зачтено. Выпускница Сибирского государственного университета науки и технологии Несса Башун показывает свой диплом. Он красный и только этим отличается от корочек ее однокурсников. Но так было не всегда. Еще в июле студентке-отличнице вместо красного выдали синий диплом. Из больше, чем 30 оценок у девушки всего три четверки. А это основание для получения документа с отличием. Но, по словам Нессы, в УЗИ ей пояснили, что не могут выдать заветный диплом из-за того, что девушка еще на первом курсе пересдавала один из предметов с тройки на четверку. Сначала они говорили, что у них проблемы с принтером, его заживало, его перепечатывали. Далее мне сказали, что у меня была пересдача. Студенческий отдел отправлял в деканат. Деканат отправлял в студенческий отдел. И никто по факту ничего не знал, но говорили, что мне положен синий и красного у меня не будет. Писала официальное заявление на имя ректора, которое было принято канцелярией университета. Но в течение положенных 30 дней по законодательству мне не был дан ответ. Тогда Инесса обратилась в прокуратуру и только после их вмешательства девушки все-таки выдали документ с отличием. Именно красный диплом для Инессы принципиален, ведь он дает скидку на обучение в магистратуре и дополнительные 10 баллов к вступительным экзаменам. После огласки в соцсетях девушки начали писать и другие студентки, которых, по их мнению, также обманули. Одна из таких – Валерия Бахтина. Теперь она тоже планирует обращаться в прокуратуру. При одной пересдаче, хотя бы одной, как у меня, я не имею права получить красный диплом. И то, что я не была ознакомлена с какими-то положениями – это тоже мои проблемы. Хочется отметить, да, что никто никогда нас не ознакомливал ни с какими положениями. Единственное, что мы знали – это общепринятые условия получения красного диплома. Но в самом ВУЗе ни о каких положениях, похоже, не слышали. Там заявляют, проблемы могло и не быть, если бы не студентка, которая сразу же решила идти в прокуратуру. Хотя до обращения в ведомство каждый свой поход в деканат девушка снимала на камеру. В этой ситуации представители университета считают – все, что произошло – это техническая ошибка. Было решение аттестационной комиссии принято, которое, не знаю, почему было принято. Но в результате, после обращения студентки, ошибка была исправлена. Мы разобрались с документами. А если еще будут похожие ситуации, как вы будете действовать? Аналогично, будем решать, разбираться. Еще говорят, какое-то есть положение, где, если ты пересдал, то значит красного диплома нет. Это так или нет? Нет, такого положения нет. После обращения студентки прокуратура провела проверку. Ведомство нашло в университете сразу несколько нарушений. Проверка установлена, что при наличии оснований для выдачи диплома бакалавра с отличием в нарушении норм закона, выдан диплом без такой отметки. По результатам выявленных нарушений в адрес ректора университета внесено представление, которое в настоящий момент находится на рассмотрении. Фактическое устранение допущенных нарушений находится на контроле прокуратуры района. Сама же Энесса уже подала документы на поступление в магистратуру московского вуза. Сейчас девушка помогает и другим студентам правильно составить заявление в контролирующие органы. И делать это планируют до тех пор, пока в университете вместо заветного диплома с отличием будут выдавать простые синие корочки. Елисей Савлюк, Сергей Раков, 7 канал.